Пример. Конструкция состоит из двух изогнутых под прямым углом стержней и шарнирного треугольника. На конструкцию действуют силы. F1 равно F2 равно 2 кН. P равно 4 кН. И момент M равно 3 кН на метр. Конструкция опирается на неподвижные шарниры в точках А и В и вертикальный стержень в С. Найти реакции опор. Решение. Разделим конструкцию по шарнирам на три части и рассмотрим равновесие каждой из них. Действия опор заменим их реакциями. Реакции внутренних шарниров, соединяющих части, приложим каждой из частей во взаимно противоположные направления. Силу P, действующую одновременно и на часть АЕ и на часть БДЕ отнесем произвольно к любому из тел. Например, АЕ. Внешние реакции не зависят от выбора части, к которой приложено P. Более того, можно даже разбить силу на две. Одну половину приложить к одной части, другую к другой. Рассмотрим равновесие части АЕ. Действие неподвижной шарнирной опоры в А заменим двумя реакциями XA, YA. Внутренний шарнир Е также заменим двумя реакциями XE, YE. Запишем уравнение равновесия части АЕ. Сумма проекции всех сил на ось Х равна XA, плюс XE плюс F1 плюс P равна 0. Сумма проекции всех сил на ось Y равна YA плюс YE равна 0. Сумма моментов относительно точки Е равна 5XA момент берем со знаком плюс плюс 7YA плюс 3F1 плюс 3F1 плюс 3F1 в сравнениех содержатся четыре неизвестные реакции. Для решения задачи необходимо рассмотреть равновесие других частей системы. Выделим из конструкции треугольник BDE. Приложим внешний момент и реакции опор. Реакции XE и YE направим в стороны, противоположные этим же реакциям. запишем уравнение равновесия части BDE. Сумма проекции всех сил на ось X равна XB минус XE плюс XD равна 0. Сумма проекции всех сил на ось Y равна YB плюс YD минус YE равна 0. Сумма моментов относительно точки Е равна 3XB Момент берем со знаком плюс плюс 4YB Момент берем со знаком плюс плюс 4YD Момент берем со знаком плюс минус M Момент берем со знаком минус равна 0. Рассмотрим равновесие части DC Реакция YC вертикального опорного стержня направлена вдоль стержня. Направить реакцию можно и вверх и вниз, но предпочтительней выбирать направление оси координат. Реакции XD YD направляем в стороны, противоположные изображенным. Запишем уравнение равновесия части DC Сумма проекции всех сил на ось X равна минус XD равна 0. Сумма проекции всех сил на ось Y равна YC минус YD плюс F2 равна 0. Сумма моментов относительно точки D равна 0. 6YC Момент берем со знаком плюс плюс 3F2 Момент берем со знаком плюс равна 0. Решаем систему 9 уравнений. Получаем значение искомых реакций. XA равно минус 123 кН YA равно 87 кН XB равно 117 кН YB равно минус 88 кН YC равно минус 1 кН XD равно 0 YD равно 1 кН YE равно минус 87 кН XE равно 117 кН Проверка Проверим равенство 0 суммы моментов всех сил приложенных к раме включая реакции опор относительно точки E Реакции внутренних шарниров приложены к отдельным частям рамы В условие равновесия всей рамы в целом они не входят и проверить таким образом их нельзя При необходимости можно выполнить проверку выделяя из рамы не 3, а 2 части 2 возможные комбинации AE плюс BDE и CD AE и BDE плюс CD Сумма моментов относительно точки E равна 5XA Момент берем со знаком плюс плюс 7YA Момент берем со знаком плюс плюс 3F1 плюс 3F1 Момент берем со знаком плюс плюс 3XB Момент берем со знаком плюс плюс 4YB плюс 4YB Момент берем со знаком плюс минус M плюс 10YC Момент берем со знаком минус плюс 7F2 Момент берем со знаком минус плюс 7F2 Момент берем со знаком плюс Момент берем SOYB Момент берем со знаком плюс равно минус 90 плюс 84 плюс 6 плюс 51 минус 52 минус 3 плюс 14 минус 10 равно 0 проверка выполнена реакции найдены правильно